В пятницу начальник отдела МВД по Нефтекамску вручил сотрудникам полиции благодарственные письма. Поводом для торжества стала 93-я годовщина со дня образования патрульно-постовой службы. Снег, дождь, ветер, жара, которая в этом году стояла, они несли службу, активно работали, раскрывали преступления, задержали преступников полично. Благодаря этой активной работе командиров всех уровней, которые тоже активно работают, и лично составом. Одним из мужественных представителей местной патрульно-постовой службы является инспектор Ильнар Исламов. Свою службу в органах он ведет с 2003 года. Стать милиционером была мечтой Ильнара с детства, ведь так он может помогать людям. Патрулируем улицы, задерживаем преступников, выявляем лиц, находящихся в розыске. Составляют административные протоколы. С декабря 2015 года Ильнар Коберьянович вместе с напарниками находился в командировке в Чеченской республике. События последних дней мужчина вспоминает не хотя. Стоял вполне обычный день, они проводили проверку людей и автотранспорт на наличие взрывчатых веществ. Как вдруг мимо проходят два подозрительных мужчины. Просьбу предъявить документы они проигнорировали. Затем один из них отошел и совершил самоподрыв, а за ним и второй открыл стрельбу из пистолета Макарова. Инспектор вспоминает, все произошло буквально за 10 секунд, и только после случившегося они смогли осознать, что произошло на самом деле. И все же не только в командировках, но и на родине у Ильнара Исламовых достаточно работы. В начале августа был задержан молодой человек, который шел из гаражов. В руках был пакет. Мы решили досмотреть молодого человека, потому что он показался подозрительным. Досмотрев пакет, обнаружили пластиковый баллон с жидкостью желто-зеленого цвета. Он пояснил, что это наркотическое средство, гашишное масло, которое он изготовил сам для себя. После чего он был задержан. Все это только малая часть того, что может произойти с патрульным-постовым, ведь спасая жизнь другим, они рискуют своей собственной. Еще раз поздравляю с днем образования службы, желаю успехов, здоровья всем. Спасибо за службу. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».